Всем привет! Сегодня видео о косметических фаворитах ноября. Итак, давайте приступим. Фаворит это основа под макияж от Шоу Мура, который называется UV Under Base Mousse Beige. Мне нравится в этой основе совершенно все, как она ложится, как на ней держится макияж. У нее очень необычная текстура в виде мусса. В этой основе можете носить отдельно, то есть не используя никакие тональные средства, потому что она имеет определенный оттенок. Моим любимым тональным средством в этой месяце была тональная основа от Chanel, которая называется Vita Lumiere Aqua. У меня в оттенке B20, Beige. Очень хорошая основа, мне нравится то, что она очень легкая, мне нравится ее запах, но единственный минус, она мне немного подсушивает лицо. И поэтому для того, чтобы она мне его не сушила, я наношу такой достаточно плотный слой увлажняющего крема, и в принципе мне все нравится, ничего она не сушила. Также эта тональная основа очень хорошо перекрывает все ваши недостатки на лице, и лично мне даже не требуется какой-то корректор или консилер. И также моим фаворитом остался вот такой вот бронзер от Too Faced, который называется Chocolate Soleil. Обалденный бронзер, самое главное, он пахнет шоколадом. У него очень красивый оттенок, совершенно нет никакой желтизны, рыжины. Натуральный цвет загадок. В этот месяц я часто пользовалась вот таким вот люминайзером от Shiseido, все вы его знаете. Он такого вот беленького цвета. Наверное, показывать сводчи никакие не буду. Что мне нравится в нем, что он действительно придает такое, знаете, натуральное свечение. Но его мил, он у меня очень сильно виден на лице, не знаю почему. Наверное, потому что у него такая пудровая текстура, поэтому с ним нужно быть аккуратным и не переборщить. Моими любимыми румянами в этом месяце были румяны от Dolce & Gabbana в оттенке Soul номер 15. Вы подумаете, что я сумасшедшая, но это не так, потому что эти румяны действительно классные. Они придают просто натуральный оттенок вашим щечкам, как будто бы вы только что пришли с мороза, и они у вас такие, знаете, немного красноватенькие, но, естественно, не настолько красные, как у матрешки. Действительно оживляют ваше лицо, придают очень натуральный румянец на ваших щечках. Намного даже натуральнее, чем розовый оттенок. Поэтому, кто хочет, чтобы щечки у вас были такие, знаете, как с мороза, обязательно присмотритесь к этим румянам. И следующие мои фавориты это тени от Chanel. Первые в оттенке Epotent номер 84, а вторые Emmerville в оттенке номер 82. Классные тени, мне они очень-очень нравятся. Они просто нереально красиво смотрятся на ваших глазах. Первый вот такой вот оттенок, знаете, наверное, я бы назвала его серым. Сейчас я вам покажу его сводч. Вот так. Я надеюсь, вы немного его увидите. Очень красивый. Очень хорошо подходит девушкам, у которых голубые глаза, либо серые. Оттенок Emmerville выглядит вот так. Они уже, знаете, такого бежево-розового оттенка. И выглядят они вот так. Я не знаю, видно, не видно. Сейчас я вам их покажу на руке. Я надеюсь, вы чего-нибудь увидите. Ну, знаете, такой оттенок бежево-розовый. При этом есть такие маленькие вкрапления, не знаю, серебряного шиммера. Также в этом месяце я очень часто использовала карандаш от Turban Decay в оттенке виски. Они очень мягкие, сильно пигментированные. И это такой, знаете, темно-коричневый, простой темно-коричневый оттенок без блесток. Не знаю. Ничего, в принципе, в нем особенного нет. Так, давайте приступим к губам. Для начала я вам покажу свой любимый бальзам. Это бальзам от Fresh, который называется Sugar Lip Treatment SPF 15. У него вот такая вот железная упаковка, достаточно такая увесистая. Чтобы достать, нужно раскрутить. И сам бальзам, он белого такого цвета. Пахнет он очень-очень вкусным лимончиком. Но, так как губы у меня сейчас в достаточно хорошем состоянии, им не требуется какого-то очень сильного увлажнения, восстановления, то этот бальзам мне подошел просто на 100%. Но если у вас какие-то сильно потрескавшиеся губы, если они такие, знаете, болезненные, то вряд ли он вам что-то восстановит. Поэтому, если у вас губы в хорошем состоянии, то этот бальзам понравится вам точно. И следующим моим фаворитом был вот такой вот бальзам от Carmex. Мне он нравился тем, что это средство как бы два в одном. Это бальзам и также помада, потому что у него есть оттенок такой, знаете, кораллово-розовый. В принципе, очень хорошая вещь, потому что не нужно задумываться, чтобы взять с собой помаду и бальзам. Берете эту одну штучку и вперед. Это все мои фавориты ноября. Я надеюсь, вам было интересно. Всем пока и до новых встреч!